Добрый вечер! В эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Обращающегося за медицинской помощью. Телемедицина и внедрение искусственного интеллекта в процесс оказания медицинских услуг, несомненно, будут способствовать сокращению дистанции между пациентом и лечебным учреждением и сделают процесс диагностики более качественным и оперативным. К примеру, очень важно своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и дистанциализацию, которая является одним из ключевых направлений нацпроектов здравоохранения, разработанного по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Использование цифровых технологий сделает процесс получения медицинской услуги комфортным и поможет привлечь внимание жителей к регулярным медосмотрам. Наш президент всегда говорит о важности развития медицины на селе и привлечении узких специалистов – как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которым медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики. Карачаево-Черкесию посетил председатель управления мусульман Кавказа шейх-ул-ислам Гаджи Аллах-Шукурь Пашазаде. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза встречал его в аэропорту, минеральные воды и делегацию из Азербайджана. Они приехали, чтобы лично выразить соболезнования родным и близким уважаемого муфтия Исмаила Хаджибердиева. Благодаря такому тесному взаимодействию, взвешенной созидательной позицией религиозных лидеров, только крепнут отношения, согласия и взаимной поддержки между народами нашей Родины, России и Азербайджана. Считаю, что укрепление духовных связей между мусульманами наших республик и представителями других конфессий, особенно в условиях современных вызовов, является важной совместной задачей и органов государственной власти и религиозных лидеров, отметил глава республики. Сегодня в Общественной палате Карачаева-Черкесии прошло обсуждение доклада Фонда исследования проблем демократии «Конкуренция на выборах 2024 года». Собравшиеся поднимали вопросы, касаемо введения агитационной работы политическими партиями. Подробности у Алихана Лепшокова. В обсуждении доклада Фонда исследования проблем демократии, посвященного конкуренции на выборах, приняли участие эксперты представителей Общественного штаба Общественной палаты Карачаева-Черкесии. Открывая собрание, председатель Общественной палаты республики Елена Ляшова подчеркнула важность конкуренции между политическими партиями, которые являются показателем их демократичности. Любая избирательная кампания, мы говорим, она проходит демократично, если есть конкуренция. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что конкретно происходит в нашей республике, как исполняются основы демократии, как у нас происходят электоральные процессы в нашей республике. И так как сегодня собрались очень грамотные люди, это социологи, политологи, журналисты, работники общественной сферы, но хорошо знакомы с этой тематикой. Эксперты Общественного штаба Общественной палаты Карачаева-Черкесии отметили проводимую работу политическим партиям по агитации в СМИ, также в плане патриотической направленности, что непосредственно отображалось в докладе Фонда исследования проблем демократии. Поэтому у нас тоже такой хороший, приличный уровень конкуренции. Потому что по материалам Фонда исследования проблем демократии общий уровень конкуренции в целом по России это 6,5 единиц. То есть где-то идет 7 партий, где-то идет 4 партий, где-то идет 5 партий. Поэтому у нас очень такой неплохой показатель. Второй тренд, который выделяется, это то, что я уже об этом говорила, хотелось бы повторить, потому что он переходит из доклада в доклад, поскольку фиксируют в качестве результатов его. Это то, что у нас все партии, которые идут сейчас на выборы 20-24, они работают в рамках патриотического консенсуса. Хочу отметить, что высокая конкурентность, действительно 318 человек на один мандат, это, конечно, очень высокий показатель. Также хочу сказать о том, что идет большая подготовительная работа, чему мы являемся наблюдателями. Готовят специалистов не только для работы на избирательных пунктах, но и общественных наблюдателей. И такой большой пул общественных наблюдателей, который сейчас готов включиться в процесс голосования, наверное, увеличит прозрачность. Активность деятельности политических партий – это показатель конкурентоспособности в выборах, отмечают участники круглого стола. Так, в обсуждении доклада было подчеркнуто, что необходима открытость при подготовке и проведении выборов. Все это позволит провести голосование более качественно. Усиление политической конкуренции, оно своим следствием имеет усиление борьбы именно на выборах в ходе электорального процесса. Соответственно, роль общественной палаты, общественного наблюдения, она значительно возрастает. Та задача, которую перед нами ставится, то есть задача обеспечения прозрачности выборов, конкурентности, она становится еще более актуальной. По завершению работы круглого стола участники еще подчеркнули главную функцию общественных наблюдателей. Это в первую очередь обеспечить соблюдение прав всех кандидатов политических партий. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Ветер северный 6-11, в горах до плюс 10, днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 6-11, температура ночью 13-15, а днем 26-28 градусов тепла. Самое ценное должно быть под защитой. В Прикубанском районе сотрудники ГАИ провели рейд «Ребенок-пассажир» по пресечению нарушений применения детских удерживающих устройств. Используют ли водители села Чапаевское автокресло для перевозки детей в салоне своих машин и сколько нарушителей. О результатах проверки расскажет Дарья Тендит. Несколько экипажей ДПС с раннего утра расположились около дошкольного учреждения в селе Чапаевском. Автоинспекторы выборочно останавливали проезжающие автомобили и проводили разъяснительную работу среди родителей водителей о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей. Акция называется «Ребенок-пассажир». Цель данной акции – как можно больше родителям доводить информацию о том, что необходимо использовать детское удерживающее устройство в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому мы вас призываем, как родители, соблюдать правила дорожного движения и постоянно пристегивать своих детей. За пару часов на дороге нарушений по перевозке детей обнаружено не было. Они были пристегнуты ремнями безопасности в детских креслах и бустерах. Яркий пример соблюдения правил – опытный водитель Асхат Исаевич. Он ответственно относится к жизни и здоровью своих внучек. И мало ли что бывает в дороге. Всякое может быть. Поэтому дети, когда пристегнуты, они застрахованы чем-то. Вот видите, всякое может быть в дороге. А если кресла нет, то дети не застрахованы, не привязаны, а могут вылететь с машины. Неподготовленному человеку сложно распознать, в каком автомобиле едет ребенок. Ведь чаще всего они сидят на задних креслах и их не видно. Однако наметанный глаз инспекторов Прикубанского района практически безошибочно вычисляет детей на борту автомобиля. Очередной остановленный автомобиль в этот раз не обошлось без нарушений. Мужчина перевозил ребенка без специального кресла и был наказан. От комментариев он отказался. Проехал без детского кресла. В связи с этим мы выписали ему по его административному правонарушению данное постановление, а именно по статье 12.23.3. То есть водитель перевозил ребенка возрастом 4 года на заднем сидении автомобиля без каких-либо удерживающих систем автокресел. Он был привлечен к административной ответственности по статье 12.23.3. И ему было выписано постановление на 3 тысячи рублей. К сожалению, пока не все водители соблюдают требования правил перевозки детей. При Кубанском районе за текущий период 2024 года было зафиксировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних. Дабы избежать трагичных последствий и минимизировать нарушения, сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Благодаря проводимым акциям на территории Прикубанского района, а также по Карачаево-Черкесской республике в целом, данные акции показывают о том, что люди меньше стали нарушать правила дорожные движения касаемо правил перевозки детей. Родителям объясняются, еще раз напоминаются требования кодекса в административном правонарушении касаемо статьи 12.23.3. За время проведения рейдового мероприятия выявили и привлекли к административной ответственности нескольких водителей, которые забывают о безопасности юных участников дорожного движения. Дарит Индит, Ринат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Сегодня исполнилось бы 107 лет народному поэту Карачаева-Черкесии, писателю, драматургу Халимат Пашчеевне Байрамуковой. Она автор 14 поэтических сборников, 4 романов, 5 повестей, многих рассказов, 4 публицистических книг, либретто первой национальной оперы «Последний изгнанник», а также первой карачаевской музыкальной комедии «Бесфамильная невеста». Произведения Халимат Башчеевны Байрамуковой печатались на 50 языках мира. Уже 24 года Карачаева-Черкеская государственная национальная библиотека носит ее имя. Сегодня сотрудники учреждения организовали памятную выставку, на которой представили биографию книги Халимат Байрамуковой. К этому знаменательному событию сотрудники отдела универсальных фондов оформили книжно-иллюстративную выставку «Я родилась горянкой». На выставке представлены книги «Айран», «Мать отцов», «Исповедь», «Челпан» и многие другие. В течение нескольких лет государственная национальная библиотека старается рассказать не только о творчестве самой Халимат Башчеевны, но и о тех переводчиках, которые работали над переводами ее творчества. В этом году мы выпустили буклетики, где рассказывается о переводчиках Халимат Башчеевны. В этот раз мы пытаемся рассказать о поэтессах Навели Матфеевой, Риме Казаковой, Инне Леснянской, Галине Каменной, Людмиле Барбас и Дени Злобиной, которые переводили ее стихи. Такая вот закладочка будет полезна нашим молодым. Такими событиями отмечен этот день, далее блок политической рекламы, а после смотрите продолжение фильма «Московский роман». Всего доброго и до встречи в эфире. За КПРФ. За социализм. Гражданам России доступное социальное жилье, бесплатные квартиры от государства по соц. найму и оплата только реально полученных услуг. Справедливая Россия. За правду и за тебя. Сила и мощь российского государства в его единстве, патриотизме и дружбе народов. Политическая партия. Гражданская платформа. За КПРФ. За социализм. Карачаево-Черкесия. Наша малая родина. Наш дом. Мы вдохновляемся ее прошлым. Гордимся настоящим. И уверены в ее будущем. Выбирайте будущее Карачаева-Черкесии вместе с Единой Россией. Каждый трудящийся заслуживает достойную зарплату. Работающий не должен быть бедным. Мы предлагаем увеличить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. Справедливая Россия. За правду и за тебя. И ЛДПР этого добьется. Да! За КПРФ. За социализм. Сила и мощь российского государства в его единстве, патриотизме и дружбе народов. Политическая партия. Гражданская платформа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова